И я предлагаю для разминки начать с сюжета, который, возможно, у нас не очень затруднит, но тем не менее. Давайте посмотрим на клетчатую бумагу. Мы, предположим, у нас выделены два узла этой клетчатой бумаги. Условно старт и условно пенч. И на старте стоит некая фишка. Вам разрешены следующие оперы фишку сдвигать на единичку вправо, влево, вверх или вниз. За единицу мы приняли в сторону первого решетка. Мы спрашиваем себя, и я спрашиваю вас, какое наименьшее число операций нужно, чтобы из старта попасть. Видишь, да? Какое наименьшее количество операций, такого сорта, чтобы из старта за несколько месяцев попасть. Уже засчитали 9, 9, 9. Все-таки такая постановка, сколько бы простая, не была задача, предполагает наличие и примера, но, наверное, можно по-разному за заявленное вами количество ходов в такой приемке, в такой приемке, в отдельной комбинаторной задачи. Сколько вариантов, чтобы так делал, в отдельный ходов, вероятно, некоторые тоже об этом знают. А не суть, значит, важно доказать, что за меньшее число ходов сделать не нас сам. Ну, я думаю, что тоже тут не самое хитрое рассуждение. Варианты рассуждений. Давайте просто посмотрим, что происходит за один ход. Можно такую сетку из диагонали провести предварительно. Тогда вообще все будет понятно. Мы сетку из диагонали проведем. И тогда смотрите, что мы посмотрим с этой стороны, да, как я смотрю на эти диагонали. И тогда мы находимся на одной из этих диагоналей, а за одну операцию мы смещаемся на соседнюю диагональ. Правильно? Где бы я ни стоял, за одну операцию, хожу вверх или вправо, я смещаюсь на одну диагональ в одну сторону. Хожу влево или вниз, смещаюсь на диагональ в другую сторону. И все наглядно и очень понятно. Меня отделяет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять промежуток. И я от старта до финиша никак не добегу за меньшую тишину в другую сторону. Ну вот, например, такое рассуждение. А если вам не нравятся... Понятно, да, рассуждение? Пока понятно. А если вам по какой-то причине не нравятся диагоналики, хотя на мой вкус это красиво, или мы не догадались до диагонали, то, конечно, очень естественно здесь ввести, ну как сказать, если хотите, координатную плоскость. Все же очень естественно. Вот, предположим, я ввел координатную плоскость. Это 0,0, точка, а это 4,5, точка. Вот. И тогда что происходит за одну операцию? Мы меняем одну из координат на единицу. Вот что происходит. Ну, то есть ровно одну из координат, x, y, меняем на единицу. Либо прибавляем единицу, либо вычитаем единицу. Вот. Ну и спрашивается, за сколько же ходов из 4,5 можно попасть в 0,0. Ну, опять же, видно, что не меньше 9 таких тактов нужно будет совершить. Если совсем компактное такое рассуждение провести, да, можно ввести этакий, ну вот, назовем его счетчик. Сумма координат. Ну, а человек, кто знает метод координат, тот поймет, что, в общем-то, это одно и то же решение, только на разном языке, что проводить диагонали, да, что рассматривать прямые x плюс y равно константы. Это одно и то же, только на геометрическом языке или языке вот алгебры. И тогда за одну операцию вот эта величина x плюс y у вас увеличивается или уменьшается на единицу. Вот и все. Правильно? Вот мы решили эту вводную задачу, то есть весь сюжет, скажем, с номером 0. Обсудили и запомнили. Ну, а в дальнейшем сейчас встретятся, конечно, более хитрые всякие ситуации, сходные по постановке. А постановка будет, в общем, следующая. У нас описана какая-то начальная ситуация, нас интересует конечная ситуация и задан набор операций, которые, возможно, по правилам производить. Нас будет интересовать количество операций, необходимое для того, чтобы в начальной ситуации перейти в конечный. Ну, там, желательно найти в некоторых ситуациях, там, хотя бы и оценить это количество операций. Ну, вот, отметим, что то, что случилось в этой задаче, вот, в наличии такой характеристики, это какого-счетчика, зная х плюс у, вот в начальной ситуации это 9, еще раз, да, х плюс у, а в конечной ситуации 0. Вот мы, просто он нам отсчитывает, насколько мы далеко от финиша, да, насколько мы далеко находимся от нашей цели. И пошло вот как обратное счет 9, 8, 7, 6, 5, 4. Понятно, да? То есть вот наличие такой характеристики, оно сразу проясняет суть дела. Этот сюжет все-таки не самая сложная задача. Вот бы научиться в любой задаче такого толка находить нечто похожее, такой счетчик.